Всем приветики, с вами я, Милашка, и сегодня я без косметики, а знаете почему? Да, потому что сегодня мы будем снимать видео, макияж. Перед макияжем я всегда наношу сначала крем, у меня вот такой, самый обыкновенный крем из фикс прайса. И без очереди, бра-бра-бра, уже не стоять в эту очередь. И дальше мы переходим к тоналке, у меня тоналка от Fit Me в 104 оттенке, и вот я не знаю как вам, но для меня самое невыносимое это найти тоналку. И я пользовалась какими-то уродскими тоналками, которые не подходили мне по цвету, но как-то раз я пришла к Лейли, накрасилась ее тоналкой, она мне понравилась, и с тех пор я уже как два года пользуюсь только этой тоналкой. А тут я это все растушевываю своим спонжиком и параллельно пытаюсь ответить на вопрос, который вы мне задавали в инстаграме еще сто лет назад, но я поняла, что я несу тут какую-то дичь, поэтому звук в этом видео оставлять я не хочу. Мелаю кайф, какой фарик, благо, красавчик. По станалке мы переходим к контурингу, который у меня с Алиэкспресса. Я принцесса Алиэкспресса, я пользуюсь только вот этими двумя оттенками. Наносим это все кисточкой. Я постоянно контурирую себе скулы и немножко зону лба, чтобы он казался чуть меньше, чем у меня есть. Иногда контурирую еще нос, но сегодня я этого не делала. А тут мне просто стало жарко, и я решила раздеться. После контуринга мы наносим хайлайтер. У меня он вот такой. Хайлайтер я наношу себе только на две части лица, это на скулы и на нос, точнее чуть выше, чем скулы. Потом я это все равно начинаю растушевывать своими пальцами, потому что хайлайтер у меня кремовый и растушевать кистью не получится. Ну и я все равно милая. После хайлайтера я всегда наношу свои румяна. У меня вот такие вот. Меня очень прикалывает, что на протяжении всего видео я пытаюсь показать свою косметику на фоне своей руки. А после румяна я всегда начинаю красить свои брови. Покрашу я вот этой помадкой, которая у меня уже два года. Она в оттенке у меня 4 и 5. Ничего необычного, просто крашу брови по своей форме. Дальше мы приступаем к глазам. И я перед тем, как начать наносить тени на веки, всегда наношу базу по тени. У меня вот такая база. Если нанести базу по тени, то тени будут более пигментированы. И растушевываю это все маленьким мимикам, спонжикам, которые я забрала у Лелы. Нагло. Теперь мы приступаем к моей самой любимой палеточке от Revolution. Суперские оттенки. Очень яркие. Обалдеть. Просто посмотрите, сколько Лелы уже собрала косметики, чтобы выкинуть. Я беру вот этот вот цвет. Вот этот вот цвет. И сейчас буду делать им стрелки. Пытаюсь красиво нарисовать стрелки с первого раза, но они, конечно же, таким не выйдут. И все равно придется все потом потирать тоналкой. Как-то так. Далее, чуть выше века, я начинаю рисовать вот такую полоску. Не знаю, как объяснить по-другому. Просто посмотрите, и вы сами поймете. Че сказала, блин? Вот такой макияж, девчонки, у нас получился. Ну, а на этом мое видео подходит к концу. Всем пока. Это типа была шутка, и мне нужно идти на стендап, быть комиком. Но дальше я беру свою кисть и начинаю убирать все неровности тоналкой. Смотрите, кстати, какая у меня милая кисточка для растушевки. Короче, дальше мы берем вот этот вот цвет. Вот этот вот. И наносим его вот сюда. Тут можно было ставить музыку, но вы послушайте мой милый голос. Если у вас руки не из жопы, то макияж получится очень даже красивым. Далее мы берем вот этот вот цвет и начинаем прикрывать все вот тут вот. Далее я беру белый цвет из другой своей палетки Revolution. Я использую здесь в основном вот этот вот. Но если у вас нет такой палетки, вы можете взять белый цвет. В принципе, отсюда вот этот вот. Просто он мне не очень сильно нравится. Он мне настолько пигментирован, как вот этот белый. Потом я это все начинаю наносить в уголок глаза. И немножко над бровью. Точнее, под. Сейчас я вам ставлю фотографию, как у меня просто получилось идеально это все сделать в первый раз. И как это выглядит у меня сейчас. Потом я клею свои стразы, которые у меня не клеятся и постоянно падают. Из-за чего я очень сильно начала психовать. Я не буду вам показывать, как я это все клею. Просто посмотрите уже итог. Что делает Лейла, пока я крашусь? Вот я уже наклеила на два глаза стразы. И что, я их оставила дома? Пойдемте на клей, которые мои новые. Ты хочешь, посещу, которые я у тебя взяла? Давай. Огроменные просто ресницы. Его я наношу вот такой вот клей прозрачный на саму ресничку. Я просто ненавижу клеить себе ресницы, но макияж с ними выглядит гораздо лучше и эффектнее, чем без ресниц. Просто насколько они огромные. Вот на этих ресницах реально можно улететь. Вот как выглядит глаз без ресниц. И вот как с ресницами. И завершающее мы делаем губы. Сначала я стираю с губ всю тоналку. И потом я на губы наношу вот это вот средство, которое очень хорошо помогает лучше улучшению губ. Наносим помаду, которую я забрала вам своей мамой. Вот такая. От Сифоры. В печатающем движении наношу ее на губы. Садитесь, садитесь. Сейчас. Ну и вот такой макияж у нас с вами получился. Миленький. Ярко-розовый. Ну а тут я начинаю выпендриваться. Какой же красивый. У меня получился макияж. И вообще какая я прекрасная, красивая, классная, прикольная, интересная девчонка. Ну а на этом мое видео подошло к концу. Надеюсь, что оно вам понравилось. Я вас всех очень сильно люблю. И всем пока.